За год в России изменилась ключевая ставка с 20 до 7,5% годовых, а вместе с ней и ставки по ипотеке, а также мат-капитал. Его в этом году проиндексировали на процент фактической инфляции. Как увеличились выплаты за первого и второго ребенка мужа рассказывали, а вот региональный мат-капитал, который положен за третьего и более ребенка, увеличился до 167 тысяч рублей. С прошлого года стала набирать популярность и IT-ипотека. Деньги можно взять под 4,7%. Чтобы ее получить, не обязательно быть ведущим специалистом, достаточно просто работать в официально зарегистрированной IT-компании, скажем, бухгалтером, и зарабатывать не меньше допустимого порога, а он зависит от города, в котором работает заемщик. Для миллионников это 120 тысяч рублей в месяц, для мест, где население меньше 100 тысяч. Но самый большой спрос вырос на семейную ипотеку, об этом говорит статистика. А еще, согласно цифрам, красноярцы стали еще чаще направлять мат-капитал на покупку либо новой квартиры, либо жилплощади побольше. Для тех, кто уже решился на ипотеку, прямо сейчас расскажем, что изменилось в семейной ипотеке и что нужно знать, чтобы с покупкой и продажей такой квартиры не было никаких проблем. Что изменилось в семейной ипотеке в 2023 году? Если у вас родился первый либо последующий ребенок после 1 января 2018 года, вы можете стать счастливым обладателем квартиры по программе семейная ипотека. С 2023 года условия программы были расширены, и сейчас, если у вас 2 и более детей, должно быть 2 ребенка старше 18 лет уже без привязки к году рождения. Помимо того, что можно приобрести квартиру в строящемся доме, в рамках семейной ипотеки вы можете приобрести и жилой дом. Что важно сделать при покупке квартиры с использованием мат-капитала? Квартира приобретена только на материнский капитал. Здесь надо разделить на супруга и детей вдольвую собственность. Если квартира приобретается на материнский капитал и совместные средства, обязательно надо выделить доли детям и супругу того человека, кому выдан был сертификат. И доля будет у них в совместной собственности у супругов, потому что это совместные деньги. Нужно ли платить налог с продажи квартиры, если есть дети? Подавая жилье, неважно какого срока владения, если его продает родители двух и более детей, а далее покупают жилье большей площадью, то налог платить не нужно. С 2020 года классное новшество, но пока что мало им пользуются. Это упрощенный порядок, во-первых, получения имущественного вычета и работа с личным кабинетом. Заходя в свой личный кабинет, налогоплательщик, не предоставляя никаких документов, уже видит в личном кабинете информацию из Росреестра о том, что он купил жилье, информацию от банка о кредитном договоре и сумме процентов, и может нажатием, грубо говоря, одной кнопки получить имущественный вычет. Продолжение следует...